Добрый вечер, уважаемые коллеги! Добрый вечер, уважаемые коллеги! Любую критику, кидание в меня чем угодно, предложение рационализаторские не очень я принимаю. Итак, безусловно, для нас эта тема крайне актуальна, как и для вас, дорогие коллеги-гистологи, потому что еще лет 15 назад кожа боролась за первенство в статистике выявления злокачественных новообразований. Сейчас она уже ни с кем не борется, она уверенно лидирует, даже не считая меланом. В нашей практике подавляющее большинство злокачественных новообразований составляют, безусловно, базально-клеточные раки, это то, с чем мы сталкиваемся чаще всего. Но помимо базально-клеточных раков, это, в общем-то, наверное, то, чему учит цитолога, когда он вообще только начинает работать с кожей, да, ты хотя бы базалиому отлечи, а дальше уже, ну ладно, там, меланому найдешь – молодец, плоскоклеточный рак найдешь – тоже молодец. Ну, базалиом – это, как правило, вот хотя бы вот самое-самое. Про все остальные тонкости я уже молчу честно, потому что для меня лично это очень сложно. Не знаю, как для кого. Может быть, кому-то везет больше, чем мне. И из всех задач исследований, которые мы поставили с нашим коллективом, лабораторией цитологической, в общем-то, все, что мы смогли сделать, да, и оценить по-настоящему – это посчитать риски злокачественности. А вот на все остальные пункты я очень надеюсь, что вы мне поможете найти ответ. Итак, за два года мы проанализировали ретроспективно почти 600 цитологических заключений со скобов, с патологически измененных участков кожи. Объем действительно был немаленький, но возникает вопрос. Из этих почти 600 заключений только 144 мы смогли сопоставить с результатами гистологических исследований. Вопрос, а куда делать все остальное? На этот вопрос мы с вами узнаем ответ в конце задачника. Большинство пациентов, безусловно, были уже скорее преклонного возраста, потому что, опять же, это в большинстве своем базалиомы. Это уже бабушки, дедушки приходят с какими-то новообразованиями. И в основном, конечно, мы имеем дело именно с базально-клеточным раком. Женщины чуть-чуть преобладали над мужчинами, но это не столь существенно. В общем-то, из этих 144 заключений, которые мы смогли с гистологией сопоставить, к счастью, в большинстве случаев мы полностью были солидарны с гистологами, как в выявлении злокачественных новообразований, так и в констатации того, что они отсутствуют. Однако некоторое количество заключений, а именно 11, было ложных заключений цитологических, как ложно-позитивных, так и ложно-отрицательных, и было несколько расхождений по форме. Лично для меня очень обидно, потому что два из них принадлежали мне. Тем не менее, если говорить о чувствительности цитологического метода выявления злокачественных новообразований вообще, то поделив наше заключение на истинно положительное и так далее относительно золотого стандарта в виде гистологии, в общем-то, мы цифры получаем неплохие. В общем, даже не так обидно, больше 93% чувствительности. Что мы сделали нашим коллективам? Мы все расхождения пересмотрели, безусловно, вслепую. То есть никто не знал, что он смотрит. Это было абсолютно рандомно. К счастью, мы как-то быстро сами, видимо, научились, и уже многие свои ошибки в процессе поняли. И диагностировали заново правильно, я бы так сказала. Тем не менее, среди ложнопозитивных результатов, которых было 4, изначально которые мы смогли сопоставить с гистологией, в двух случаях были объективные причины в виде того, что отсутствовал опухоль в очаг гистологическом материале, а в двух случаях действительно имела место гипердиагностика со стороны цитолога. Среди ложно-отрицательных результатов, которых было 7, все они, в принципе, были обусловлены тем, что просто к нам опухоль не попала в цитологический препарат. То есть мы внимательно все пересмотрели, никаких признаков опухолевого роста мы не нашли. Из двух случаев гипердиагностики я бы хотела вам один показать, потому что мне он показался очень интересным. Это была дама 80 лет со скобом с кожей левой околоносовой области. Вот так выглядела картинка. Я понимаю, что баланс белого, наверное, несколько усиливает рисунок, но тем не менее. Вот представьте, что вы цитолог, если вы не цитолог, и вот вы видите такие страшненькие клеточки с дискератозом, с АТП, ядер какой-то на каком-то непонятном фоне, воспалительном, невоспалительном, какая-то примесь геля, это отдельная прелесть для цитолога, попробовать разобраться в любрикантах. И вот какие-то клетки, явно плоскоклеточного происхождения, из какой-то АТП. Что тут вообще скажешь? У нас нет на сегодняшний день никакой БТС-доподобной классификации, как существует для большинства локализации в цитологии в отношении опухолевых поражений кожи. И что ты можешь сказать на это? Первая мысль, в принципе, наверное, приходит о плоскоклеточном раке. Ну, если меня коллеги поддержат. Может, не поддержат. Может, скажут, что с ума сошла. Может, скажут, ну, хотя бы подозрение можно дать. Но, опять же, никакой четкой категоризации, маршрутизации наших заключений нет. Ну, в общем-то, мы так и написали. Рак, вероятно, плоскоклеточный. Причем все четыре врача, кто пересматривал вслепую, были абсолютно солидарны друг с другом. А что же получилось на гистологии? Ну, это вы мне, наверное, скажете. Кто-нибудь знает, что это? Я бы не сказала, что это классический случай, чего бы то ни было. Но я бы подумала сначала об инвертированном фолликулярном кератозе. Ну, я просто молчу. То есть вы меня понимаете, наверное, как цитолога, потому что где я и где инвертированный фолликулярный кератоз? Я это даже выговорить не могу от волнения с первого раза. Тем не менее, мы посчитали себя достаточно дерзкими для того, чтобы попробовать родить новую классификацию. Дали ей условное рабочее название Demosco System. Извините за дерзость, но все-таки ужасно хотелось что-нибудь эдакое учудить. И я построила ее по аналогии с привычной нам схемой БТС-доподобной и выстроила пять категорий стандартных от неинформативного материала до уверенного заключения о злокачественном процессе с промежуточными категориями в виде оттепения и оснозначения подозрений о злокачественном процессе. Рассчитала, исходя из наших заключений, сопоставление итоговых данных, риски злокачественности для каждой категории. Как вы видите, для подозрения на злокачественную опухоль и уверенного заключения о злокачественной опухоли они были весьма высоки, что, в общем-то, говорит, что мы вообще весьма молодцы. По поводу первой и третьей категории, я их специально красненьким пометила, на них нужно смотреть с аккуратностью, потому что там было всего по два заключения в таких категориях. Естественно, это не настолько репрезентативная выборка, чтобы прямо так о них говорить. Хотелось бы, исходя из вот такого подхода, представим, что у нас есть некое Lemos School System for Reporting Skin Cytology, и можно представить себе какой-нибудь интересный клинический пример на третью категорию, на АТП неясного значения. Как она могла бы выглядеть, например? АТП неясного значения или опухолевое поражение неясного потенциала злокачественности. Вот так я ее придумала. Вот была у нас одна молодая девушка со скобом с кожи правой ягодичной области. Цитологически это выглядело вот так. Вот какая-то веретиноклеточная опухоль. Ну, о чем тут может цитолог подумать? Наверное, это опухоль какой-то меланцитарной природы. Сказать, что прям вот точно меланомы веретиноклеточные, наверное, сложно, потому что да, атипия какая-то есть, гиперхромия есть, но ядра более-менее с ровным контуром, четких каких-то крупных полиморфных ядрышек не видно, метозов не видно. То есть, наверное, это меланцитарное новообразование, может быть, даже меланома, но лучше как бы немножко отойти назад, да? Вот. Мы написали вот такое заключение. Ветиноклеточную опухоль нельзя, уверенно, исключить меланому. Что же получилось на гистологии? Вероника Владимировна? Вам надо было назвать, знаете, как доклад в скобках, тестирование первого докладчика. Простите, пожалуйста. Да, замечательно. Я надеюсь, я вас никак этим не обижаю, мне просто ужасно. Нет, не обижаете, просто интересно. Ну, собственно, я бы написала атипичный невусырида. Ну, что-то спецоидное, короче говоря, но про меланомы бы я не думала. Да, 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 вы совершенно правы, безусловно. Простите меня за такую наглую эксплуатацию, я просто сама ужасно в волнении от этого всего. Очень интересно. Да. Вот. Случай, который можно было бы отнести к предполагаемой классификации в качестве подозрения злокачественной опухоль, был вот такой, как я его посчитала. 75 лет барышня, соскоб с кожей лба. Тоже весьма, ну, странная для меня картинка. Это клетки вроде бы имеют плоскоклеточную дифференцировку, может, не плоскоклеточную, какие-то вытянутые, какие-то отростчатые. То есть, ну, мне было достаточно сложно, честно скажу. Как бы я в итоге здесь ошиблась. Вот. Видимо, именно уйдя в сторону, именно из-за вот этой отростчатой цитоплазмы, каких-то не совсем типичных ядер в отношении плоскоклеточного поражения, я сделала вывод, метозы, опять же, я единичную встретила. Я сделала вывод о том, что это плоскоклеточное поражение. Вернее, я сейчас неправду говорю. Первый раз, когда я его смотрела, я приняла его за меланому. Вот когда я пересматривала его уже независимо, вслепую, я сделала вывод вот такой, что это плоскоклеточное поражение, я осознала свою ошибку. И вот тут я на самом деле порадовалась за себя, потому что тут я, как оказалось, права. Потому что гистологи в итоге по этому препарату дали ровно такое же заключение. Вот даже метозик стрелочкой пометила. Это была моя одна ошибка с расхождением по форме, которую я сама исправила за собой, что приятно. А сейчас вам покажу еще одну, которую можно уверенно отнести к пятой категории, потому что АТП, на мой взгляд, более выраженная. Это соскок с правой височной областью пожилой женщины. АТП несколько более выраженная. Даже можно сказать, что клетки похожие, в общем-то. Но опять-таки меня... Ну это моя, видимо, просто карма, я не знаю. Я поняла, что меня вот эти отростчатые клетки раньше очень сильно смущали, а, видимо, не стоило. Слишком круглые ядра какие-то, слишком темная цитоплазма плотная. Мне неизменно хотелось почему-то по ним поставить меланому. Оказалось, конечно же, это совсем не меланома. Тем не менее, гистологически это плоскоклеточный рак был. То есть это из той серии, что да, мы здесь вроде бы не нагрешили с точки зрения категории. То есть мы пятую-то поставили, что злокачественное образование. Только вот мы по форме ошиблись. А это важно. И тут, собственно, мы подходим к вопросу, который встал у меня в самом начале. А вообще зачем эта классификация нужна? Нужна ли она? Нужна ли она мне, как цитологу? Нужна ли она клиницисту? Я, собственно, клиницистам этот вопрос и задала. Полезла в рекомендации относительно того, как вообще клиницисту рекомендуется поступать с той или иной опухолью кожи. И выяснилось, что если следовать теории и мировым стандартам, вообще надо брать панч-биопсию, брать определенные размеры и сечения в зависимости от формы опухоли. Базально-клеточный рак выделяет по прогностическому риску на низкий и высокий. Есть много вариантов хирургического лечения, альтернатив хирургического лечения в зависимости от доступности опухоли и прочих клинических показаний. И тут выяснилось, что на самом деле из этих альтернативных хирургическому методу фотодинамической терапии у нас применяется очень активно. И именно поэтому очень многие базальомы от нас уходят, и мы не имеем возможности их сопоставить. Потому что, как выяснилось в дальнейшем, все эти базальомы при совпадении клинического диагноза, цитологического диагноза просто уходят на ФДТ. Миной гистологию. Вот, собственно, за что купила. В отношении меланомы тоже. Ну, как бы я посмотрела рекомендации, поговорила с клиницистами, увидела, насколько скромны теоретически должны быть возможности цитолога, исходя из рекомендаций, что мы, в общем-то, в лучшем случае можем посмотреть тонкоигольную пункцию какого-нибудь метастатического лимфоузла. И, в общем-то, наверное, они были бы правы во многом, да, потому что это действительно сложная локализация, и мы здесь не так много чего можем. Но каково было мое удивление, когда наши хирурги сказали, что вообще-то подавляющее большинство случаев, один мне сказал, что это 99%, второй сказал, что 90%, никак не меньше, определяются именно цитологическим заключением тактика ведения пациента. И вот это для меня, честно говоря, было откровение. Тут я поняла, и почему от нас ускользают две трети наших пациентов, которых мы не видим в гистологии, не имеем возможности себя никак проверить. И самое главное, я поняла, что все-таки не зря рекомендации выделяют отдельно базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак и меланома, потому что действительно тактика разная. Для клиницистов по именно обратной связи с нами крайне важно, какую форму мы указываем, потому что от этого зависит их хирургическая тактика и не только хирургическая. Собственно, тогда возникает вопрос, а может быть классификацию, которую я придумала, можно перепридумать и написать несколько по-другому. И написать ее, например, в формате парижской классификации по уринарной цитопатологии, если кто-то знаком, то там акцент идет на урталиальной карциномии высокой степени злокачественности, как наиболее клинической прогностической значимой формы опухоли, и которую цитолог, в принципе, видит хорошо, лучше всего. И я тогда перепрошилась и посчитала риски злокачественности по-другому. Придумала вместо тех пяти категорий, которые были, несколько перестроив относительно именно формы опухоли, и как бы объединила в одну категорию базально-клеточный рак и подозрения на него, еще одну касательно опухолевых процессов, плоскоклеточный рак и какие-то предраковые поражения, включая актинический кератоз и предполагаемую болезнь Боуэна. Понятно, что мы ее не ставим утвердительно, исключительно в формате вилки диагностической, не более того. И меланцитарные поражения, включая меланому, ну и какие-то другие злокачественные новообразования, первичные и метастатические, которые у нас тоже были. Кстати, вот саркому капши диагностировали успешно, что было приятно. И вот вы можете увидеть, что здесь риски злокачественности, они несколько распределились, соответственно, по-другому. То есть мы здесь, ну ладно, там два заключения о других опухолях 100% можно опустить, да, но тем не менее лучше всего мы видим базально-клеточные раки и подозреваемых эффективнее всего. Чуть-чуть хуже мы видим меланомы, и хуже всего из всех опухолей мы определяем плоскоклеточные раки, потому что, видимо, мы путаем их с меланомами, какими-то другими процессами плоскоклеточного генеза, скажем так, да, предраковыми процессами, актиническим кератозом и так далее. Вот, собственно, всё, что я хотела сказать. У меня даже ещё 2,5 минуты осталось. Я благодарю вас за внимание и жду ваших комментариев. Спасибо. Уважаемая Ксения Владимировна, спасибо. Можно сначала, прежде чем перейдём к вопросам, поскольку вы уж такую форму игры предложили, давайте вы вернитесь, пожалуйста, вот к тому эпителиальному образованию, надо было закончить всё-таки, логично. Вы можете это сделать? Сейчас попробую. Потому что оно и интересно, это образование, надо было бы, наверное, обсудить. Конечно. Так, а какое вы имеете в виду? Там, где плоскоклеточный, актинический кератоз или болезнь, по-моему, это было бы, наверное, предпоследний. Так. Нет, следующий. Вот этот, наверное, да? Вот этот. Вам гистологию открыть? Гистологию, конечно. В цитологии я не разбираюсь. К сожалению. Вот вы видите же, что, коллеги, что клетки в пределах эпидермиса, они располагаются в таких как бы гнёздах чётко отграниченных. Эпителиальные клетки, но формируют гнёзда. Это феномен борст-ядосона, так называемый, который встречается в сибарейных кератомах, болезни Боуэна и в некоторых мелцитарных неусах, которые называются клональные, соответственно, сибарейные кератозы, клональный неус. Ну и в актинических кератозах я не припомню, что феномен борст-ядосона был описан, поэтому я здесь как бы отдаю предпочтение диагнозу болезни Боуэна с феноменом борст-ядосона. Просто это реально интересный случай с моей точки зрения, поэтому я вот решила, что надо бы обсудить. А теперь давайте перейдём к вопросам, уважаемые коллеги. Так, у меня не вопрос, а вы просили сказать отношение к вашему докладу, поэтому это скорее отношение к докладу. Безусловно, я считаю, что это нужно, и я специально поставил вас в эту сессию с тем, чтобы вначале попробовали перед патологами выступить, а осенью уже подкованные выступили перед патологами на осенней конференции. Безусловно, такая система, она нужна, поскольку она помогает вам структурировать свою работу и начать работу по улучшению своей диагностики. Поэтому в этом смысле она, безусловно, нужна. Мысль назвать это московской системой, она тоже очень интересна, поскольку, ну, кто первый в сталтовой этапке, и, в принципе, чем быстрее это сделать, тем лучше. С другой стороны, меня немного смущает, что все-таки и система БТСД, и парижская система, и седнейская система, все-таки это консенсус экспертов из многих стран, которые просто произошли в этом городе. А мы как бы предлагаем назвать московскую систему быстро сами, пока никто это не сделал за нас. Нет, это исключительно рабочие. То есть в этом смысле мы немного... Я принимаю любое предложение. ...пойдем в диссонанс, что мы это сделаем не консенсусом, консенсусом, инспектор экспертов из нескольких стран, а, ну, в лучшем случае, консенсусом экспертов одной страны. Не знаю, насколько это правильно, может быть, имеет смысл назвать это действительно московской системой, а потом в Москве провести международный конгресс, пригласив на него всех, и уже утвердив в такой форме, вот это было бы интересно, конечно. Спасибо, Вячеслав Николаевич. Поэтому, безусловно, нужно продолжить это и действительно попробовать так сделать. Ну, вдруг получится. Спасибо за поддержку. Я просто предполагаю, что, ну, видимо, у многих коллег за рубежом, у них такой, может быть, даже и проблемы не стоит. Может быть, они не так много работают с этим, хотя недалеко, как в прошлом году, я имела удовольствие переводить книжку Мурата Дурду, который посвятил очень большую часть своей работы тесту ЦАНК, эцетологической диагностике, патологии кожи. Поэтому все-таки, наверное, где-то это актуально. Это актуально, и в АССР это тоже обсуждается. Поступил запрос с тем, чтобы, и сейчас тоже идет обсуждение, включить ли цитологов в эту работу АССР или не включать. Ну, сомнение тут не в том, нужно ли это или нет, а просто есть сомнение у патологов в АССР, ну, и у нас тоже, как членов этого общества. Есть сомнение, есть ли смысл нам пытаться, такое выражение просто было уже употреблено, подменить то, что уже есть, и как бы начать это под другой маской выдавать. Ну, на мой взгляд, это нельзя назвать подменой, потому что это просто дальнейшее развитие. Поэтому сейчас просто еще окончательно не принято решение, взвешивают, есть ли у нас деньги на то, чтобы еще и этот раздел тоже в таком формате работать. Но, безусловно, это надо сделать. Пока думают, я не сомненирую. Это будет еще один довод за, чтобы все-таки пойти по этому пути. Понятно, спасибо. Я, наверное, попробую высказать свое мнение на ваш вопрос в начале доклада, нужна ли нам очередная Бетезда. Ну, вот немножко покоробило меня, что очередная Бетезда была в кавычках. Мне показалось, что вы несколько скептически относитесь к этой классификации. Да, но в ходе доклада я поняла, что нет, вы предлагаете, в общем, свое видение. Конечно, классификация Бетезда нужна. Я в свое время посвятила какой-то период времени своей работы. Работала в эндокринологическом научном центре. У нас все патологи смотрят цитологию щитовидной железы. И мы об этом говорили часто и Александром Юрьевичем Абросимовым, и с хирургами нашими. И я позволю себе процитировать две фразы. Одна Александра Юрьевича Абросимова, он сказал, что мы не вправе давать это именно по цитологии округло-овальные заключения. Потому что это предоперационное диагностическое мероприятие, и мы должны максимально четко отвечать хирургам. И у нас есть тоже свой трэш-кейс, куда включены опухоли неопределенного потенциала. И когда мы звоним хирургам и говорим, например, что вот так, неопределенный злокачественный потенциал, то, конечно, хирурги говорят, что неопределенный потенциал всегда влечет за собой неопределенную тактику. Поэтому вот в двух фразах это отношение к Бетезде. Конечно, я всегда приветствую диагностические алгоритмы и оценочные шкалы в патнатомии, потому что они нам, конечно, дают возможность снизить количество ошибок в диагностике и в патнатомии, и в цитологической диагностике. Спасибо. Поэтому вы на верном пути. Спасибо большое и за поддержку, что опытом поделились. Спасибо. Спасибо. Спасибо.